Сколько же человек лучше овцы? А почему он лучше? На другой-то хуже собаки, хуже всякой свиньи, хуже змеи. И жалит, и отравляет другого, и убивает, и атомную бомбу на голову сбросит. Все звери в мире такого зла не сделать, как один человек может сделать. А однако, вот слово Божие говорит так, слово «человек». Я не знаю, как образовывался русский словарь, и насколько он похож на тот, как при Вавиловской башне был, но сегодня «чело» — это лоб. Славянское слово «чело». Бить пчелом, то есть кланяться. Чело, направленное в вечность, не на один миг. Человек. Это сложное слово, как пароход, а в пароходе — паровоз. Так вот, этот человек описан в Библии очень подробно. И сотворил Бог человека. Слово «человек» в Библии встречается тысячу восемьсот тридцать раз. Чтобы понять, на что способен человек. Когда прочитаешь, написано, что человек звучит, это не гордо, как один свое слово сказал, а страшно. Человек покусился на Бога, распял Спасителя, который пришел. Первый человек дьяволу поверил, отступил от Бога. А его дети, брат, поднял руку на брата. Да кто из них человек? Человек. В послании порока Иеремии, 72 стих, говорит. «Лучший праведник, не имеющий идолов, ибо он далек от соблазна». Тогда человек, когда он кланяется Богу и не имеет идолов, прямо направляется к Богу. Слава Христу! Слава Богу! Благодарю Тебя, Господи! Сохранил меня! У Него идолов никаких нет. Сирахов, 20-й глава, 31 стих. «Лучший человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость». Вот какой человек. А чтобы человек знал, что такое глупость, это надо знать мудрость и напротив ее видеть глупость. Перебивать во время речи другого не годится. Подсматривать каждого, подслушивать гнусно. Воровать плохо. Лучше скрывать, что говорится, глупость, нежели мудрость. «Ты знаешь плохое? Не рассказывай. Пусть она в тебе и умрет». Притча Соломона, 19-22. «Бедный лучше, нежели лживый». Я узнаю, что лучше, какой человек лучше. Значит, бедным быть – это не порог. Лживый – вот это плохо. Ну и бедный еще надо узнать, какой бедный. Я кому говорю, что я бедный, все говорят, ничего себе бедный. И дальше говорят, да самый вы богатый. Даже неверующие люди говорят, у вас другое. А ничего другого, только что о Боге говорим и духовное можем дать. Люди это понимают. Имея большое богатство телесное, люди не рады. Они меняют государство свое, уезжают в другое, там не находят мира, меняют жен, и тогда счастья нет. Слушай, я не говорю, что усадьбы, дома. Экклесиаз, 7 глава, хвостик. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Чтобы стать человеком, нужно избирать лучшее. Вот приглашает на какую-то гулянку, торжество какое, особенно любит ходить на дни рождения, на Новый год, где-то хоронят, пойди туда. Там идет незримая проповедь. «И я умру, и я буду так лежать». «Лучше», Соломон говорит, «лучше». И вот этого лучше, если постоянно набирать, и можно стать человеком. А какая цена человека, если человек лучше овсы? И почему он лучше? Потому что за него заплачена цена. Если за овечку в деньгах заплачен, то за человека Бог заплатил жизнь свою. Христос, Сын Божий. Христос умер за человека. И в первом послании Петр 1, 18-19 говорит так. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Вся Вселенная со всеми галактиками дешевле одной души. Чтобы мир, говорит, сотворить, Бог сказал, да будет, и миллиарды звезд полетели. А чтобы человека спасти, он должен был воплотиться через Деву Марию. Дать учение, пойти на крест и страдать, и сказать, совершилось». В послании Галатам, 3 глава, 13 стих, Павел говорит так. «Он искупил нас от клятвы закона, человек создан по образу Божию. Искупил, умерев на кресте». Евангелие Иоанн, 10-4. «Овцы идут за пасторем, потому что знает голос его». Я хочу снова посмотреть, как овцы ведут себя. Христос сравнивал. «У нас так, мы овечек гоним сзади. А в Палестине он идет впереди, там по-другому пасут. Когда Ньюстрим там был, собирал материалы, и говорит, я зашел до этого места и решил подойти к пастуху и сказать, вот у нас овечек всегда сзади гонят. А у вас как?» Он говорит, «А как я сзади буду гонять? Я никуда попал, а пойду». «Я сам не знаю, куда я иду, и они за мной». И что, все идут? Да. Но вот эту овечку позовите. Он что-то сказал, бежу, овечка отделилась, от стата к нему идет. И что, все так? Нет, не все. Я недавно здесь в пастух. И называют их по имени, дальше написано. Да мы в глаза не видали этого. У нас по имени, по кришке Собака может еще подойти. Ну, корова одна. А чтобы много овечек и слушали, нет. 1 Петра 2, 25. «Вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря». И вспомним ту жизнь. Где были, куда ходили, как вставали, как ложились, какие друзья были, что пили, что ели. Совершенно не знали Бога. Куда мы только не залазили. В какое топкое болото не затолкал нас сатана. Не имели пастыря. А кто пастырь? Это не тот, кто только выходит о разведении роты и причастия. Который тебе рассказывает. Который будет на злачные пажики. Иоанн 21, 17. «Доспой сказал, паси овец моих». Вот сейчас прочитали, Христос дунул и сказал, примите Духа Святого. А какой? Идите по всему миру, пропадайте Евангелие. Священник, когда крестит, тоже дует. И вот сейчас во всех храмах, где священник, ну крестит, думает, что крестит, мокрой ладошкой за 300 рублей по голове один раз хлопнет и говорит, примите Духа Святого и дует тоже. А что он выдувает? Я думаю, думал Христос, и апостол сдул от всех с Палестины, они по всему миру разлетелят, как вот бывает перезревший одувальщик, когда любят и не любят. Они по всему миру сразу же разлетелят. А сегодня священники, ну представим, 18 тысяч священников в России сегодня дует, и никто никуда не идет. Что плохо дует? Или Духа Святого там нет? Ну примите Духа Святого, печать дара Духа Святого. А что изменилось? Почувствовал? Ничего я не знаю. Совершенно. Христос умер, чтобы очистить нас, и умер за овец. Он обречен был на заклание. Мы блуждали, как овцы, не знающие пастыри. Вот буквально, если бы захватили какое-то стадо, и чтобы его вернуть, и пастуха надо было убить до поропадения на этот стадо, чтобы пастух-то убил. А пастух умереть должен за овец. У меня вопрос возник, когда я готовился к проповеди. Почему в деяниях апостолов, апостолах нигде не говорится? Пророки говорят, апостолы говорят, а деяния, самая книга, которая показывает, как апостолы трудились, нигде не называются усами. Ответа пока не имею, поищите, может быть вы узнаете. У меня мысль есть такая, потому что овца, образ превратилась в реальность. И они прямо обращаются к Тимофею, чадо мое, не просто к овцам, к титу, чадо мое. Я родил вас в вузах, живые люди, подражайте мне. То есть овцы обрели реальность имени. Первая книга, царств, 26-23. Драгоценна жизнь твоя в моих глазах. Вот что говорит Господь, как Он о нас заботится. Солом 71-14. Драгоценна будет кровь их перед очами Его. Если мы за Христа страдаем, ревнуем. А вот чтобы жизнь прожить и за Христа нигде не пострадать, чтобы тебя не обозвали каким-то плохим словом, не знаю. Я раньше спрашивал, а на работе знают, что? Нет, не знаю, что я верующий. Слава Богу, так и не узнал никто. А дома как? А у меня иконки там, в шипонере стоят закрыты. А крестик как? А я вот к лямочке к майке с обратной стороны пришил. И слава Богу, никто не знает, я учительницей работаю. Да ты бы первый день воспользовалась обстановкой, да ученикам хоть немножко бросила зернышек. Сказала о Христе. Вот приходит священник в тюрьму. Так кто хочет креститься, а им лишь бы из камеры выйти. Сидеть тяжело. Я сразу пока руку протягиваю. Там выделили комнату Ленинскую, там пантрет Ленина. И туда батюшки приводят. Он в чашке ладошкой, мокрой идет. Все. А он идет с папиросами. Я свидетель, я в тюрьме почти 16 лет, еще продолжал трудиться после освобождения. Я не знаю ни одного человека православным, который стал и который бы уверовал. И вот принимает обратившихся священник. Я говорю, как этих людей я свистил, они освободились и пришли ко мне. И как? Ну не особенно, но верующие все-таки. Один плотником работает, другой сторожем. И вот к ним третий товарищ пришел. Они напились, которые шубом купил, пропили священника, изглупили и ушли все. Все. Все кончилось. Я узнаю из сектантов. А у вас обращаются? Обращаются. Который вернулся, создал общину оттуда. Все-то сектанты. Там церковь Христа. Он сразу спасенный, уже на небе. Он по-своему. Но там была проповедь. Неправильная. Но он главное сказал, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Главное. Он в руки дал Библию 66 книг, которые сектант. Батюшка ни одному нигде не дал. Иногда спрашивают, сколько людей обратилось через вас. Ну, я могу так, похвалиться моим Господом. За 16 лет обратилось. Ни одного. Ни один у меня не обратился. А вот начальство замечало, как сглаживаются нравы, незахвата доложников. Нету все. Ни одного я не нашел годным. Ни одного. В первую очередь, Табакур не был бы крещен. Из Покровского собора священник сходил. Но сходил он всего, ну, несколько раз. Кажется, 740 человек крестил. Значит, надо знать свое пасторство, для чего ты призван. Плачь Иеремии 4.2. Цены Сиона драгоценные, равноценные счастейшему золоту. Вот кто мы такие. Драгоценность Христова. И поэтому с тобой распоряжаться, как неверующие, мы не можем. Не то, что там на себя руки наложить, а выпить. Даже ты рассчитай, как у тебя работа идет. По силам бери. Ты помни. Ты представляешь великую ценность в очах Божиих. За тебя заплачена цена. Сына Божия. Драгоценная кровь Его. Первое послание Петра 3.4. В нетленной красоте кровькового и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Молчать, где не знаешь, не говорить, и это драгоценно. Это особенно касается женщин. Большинство разводов подавляющее из-за языка женского. В Библии все на месте. Жена да убоится своего мужа. Как мне сегодня пришлось услышать от одной приехавшей. Я тоже верующий. Ну так в Библии много ошибок. Каких? А там, где написано мужчина, там, слушайте, надо наоборот написать мужчина-женщина, а где женщина-мужчина. Перевернуть, чтобы было. Я еще в первый раз такое встретил. Я выявил прямо дьявол, предстал во весь рост. Наоборот. Эмансипация довела до того, что за рубежом Библии перевели. И мне говорится Бог, Он. Они написали Она. И не очень наша, а Мать наша. Все перевели полностью. Чтобы создать матриархат. Безумия предела нет. Это везде Сатана. Библия хорошая книга. А когда катулись в одном месте, я говорю, Павел говорит, а жены ваши домолчат, учить не позволяю. А вот здесь Павел говорит, ошибался. Сразу же. Это я сегодня все выслушал. А что это? Одержимость. Бесовская одержимость. А чем она закончится? Смертью, если человек не покается. 2 Петра 1.1 Вы приняли с нами равнодрагоценную веру. Вот почему мы такую ценность представляем. Что у нас вера святая православная. Что у нас святая Библия, которая ведет нас. Ценность этого храма не то, что он такой красивый. И даже не то, что иконы висят. А то, что лежит здесь святое Слово Божие Библия. Не крест. Самая главная ценность. И даже не алтарь. И не мы. Но Слово Божие. Через которое обращаются люди. А тогда и мы. Почему? Слово Божие. Рассказало нам о смерти Христа, о Его любви. И Он сказал, не оставлю тебя и не покину. Евреям 13.5 1 глава 4 стих 2 Петра. И Он даровал нам великие и драгоценные обетования. Обетования значит обещания. Какие? Я вас не покину. И когда вы отойдете из этой жизни, умрете, я вас стрему к себе. Я прижму к своей груди. Когда люди неверующие умирают, они видят тело, врачей, рассказы, которые обмирали. Он ничего не знает. Все чужое. Он рвется и не знает, что сказать. А верующий только глаза закрыл и видит ангела. Ангел, ты так выглядишь. Благодарю тебя, ты меня хранил. А когда мы к Господу пойдем? У него разговор с ним идет, как будто вчера. Потому что я каждый день с ангелом разговариваю. Каждое утро. Просыпай ангел. Пожара в деревне не было. Благодарю тебя. И воры нас не настигли. Слава тебе. И жизнь моя продленная и разум сохранил. Аллилуйя. Скажи Господу мою благодарность. Я так рад, что начинаю новый день в потемках. Каждый раз, когда я выхожу утром рано, еще нет пяти, я вспоминаю о военных конфликтах. Вот думаю, в Чечне они не могут войти. Кто-то выходит не знает, а кто-то всю ночь сидит, караулит в кустах, чтобы нажать на курок. У нас этого ничего нет. Я выхожу свободно, кусты не шевелятся. Идем за малиной. В кустах никто засаду не делает. Какие мы счастливые! Как Бог нас хранит! И поэтому молиться надо за правителей, чтобы продлилось еще мирное вот это состояние. Чтобы многие души еще нашли Бога. А была бы военная остановка, вы бы не приехали из другого государства сюда. Вы не могли бы принять крещение. Дорого все, что Господь дает человеку. И Он называет нас устроителями. И как мы должны устроять свою жизнь, как овца идет за пастырем. Это самое важное. Первое корейство, он 3.12. Тор строит то из золота, из драгоценных камней. Все испытает огонь. Я говорю о слове драгоценных. Где? А о чем ты строишь? Ну, строится дом. Как? Самое главное, смотри, фундамент. Фундамент треснутый, отойдет от этого дома. А какой фундамент? Вера. Вера во Христа кривая, ненаученная. У православных все фундаменты разрушены, основания нет. Ни один праведник ничего не делает. А дальше? Чтоб крыша не протекала. Да у нас вообще крышу с ней слово православное. Говорят, что попало, не знают. Смотри, чтобы окна были хорошие. Правильно. Какие окна? Это зрение, глаза, окна. Мы получаем 80% информации. И это строится из золота. Смотрите. Сколько мыслей заложено в одном слове. И насколько же лучше человек овцы. Это все ведь о нас говорится. И каждый орган возник. Дом сравнивает себя с домом овца. А с чем она хороша овца? То, что она, в первую очередь, кроткая. Вот Бог сравнивает человека и с волом, волк, и с голодом, с курицей они сравнивают. Другие хищные птицы сравнения не идут. А вот с отцой все время. Я сам пастух, вырос в пастушеской семье. Мы пастли, ну разных-разных животных. Я и гусей паст. Ничего нету неприятных пастей вещей. До того противные, до того глупые. А Бог их сравнивает. Почему? Безвредность, кротость. Она не может себя защитить. Она не бросится на человека, не укусит, не пнет. Вот эти качества надо взять. Итак, если человек столь лучше овцы, и даже можно нарушить воскресный день, вытаскивает, надо увидеть, кто туда упал. Вот эти ямы увидеть. И чтоб самому туда они не извергнутся. И насколько же лучше человек овцы. Говорит всегда так, кому ты пошел свидетельствовать. Сегодня воскресный день. А пастух выгоняет овечек. Ну а как же иначе? А поет он поит. Да тогда и помрут все. Вот так положить себе, что я пастырь моей душе, пастырь ближнему своему. Мы все пастыри друг другу. Помочь. Чтобы эта душа могла быть вытащена из ям. А яма бывает очень глубокая. Нераскаянный грех – это глубокая яма. Чужая жена – глубокая пропасть, глубокий колодец. Как этого надо бояться? Детям это рассказывать, учить их. Писание не скрывает, что ямы нужно все отгораживать, чтобы никто туда не попал. Что-то делали где-то, яму скорее огородите. Вы видите опасность, появился человек, который курит. Это яма. Огородите, не допускайте его туда. Видите, недоброе что-то делается. Отстранитесь от этого места. Итак, если мы столь лучше овцы, мы должны возблагодарить Бога. Господи, сохрани эту ценность. Донеси меня на груди Твоей, как Твое, как Твое, до Сарства Небесного. Аминь. Сарства Небесного.